Ряда наших выездов и прочее. Но эти моменты мы каким-то образом систематизируем и решим эту проблему. Другое дело, что как и в прошлом году, в этом году началась реорганизация всего чемпионата. Поэтому сейчас, я думаю, когда руководство нашей Суперлиги и учредители Суперлиги наконец-то поставят точку под регламентирующими документами, и мы наконец-то сможем понять, в каком чемпионате мы играем. Как говорят в Одессе, что мы с этого будем иметь? Путевки, какие европейские турниры в следующем году, ради чего сражаться? Это два. Третье. Как мы будем сражаться? Это календарь, жеребьевка. Что из себя представляют команды участники? Сильные, слабые их стороны. Тогда мы сможем поставить перед собой хотя бы задачу, и тогда сможем убедить наших акционеров и нашего спонсора дать то необходимое количество финансов, средств, которые нам нужны для участия в этом чемпионате. Ну, грубо говоря, поставьте себя на место спонсора или учредителя этой команды. Я прихожу к вам и говорю, мне нужны деньги. Что вы скажете? Два вопроса. На что и сколько? Правильно? На что? Я пока не знаю. И сколько мне нужно денег, я пока не знаю. То есть я сам не могу ответить на ряд вопросов, которые я хотел бы поставить. Пройдет день-два, я думаю, я смогу сформулировать, в каком чемпионате, ради чего мы будем участвовать, и сколько денег мне надо для того, чтобы стать чемпионом, для того, чтобы попасть в плей-офф, для того, чтобы занять 16-е место. Просто поучаствовать в этом. Может быть, будет и такое, не знаю. Но будем сражаться по-любому и стараться достичь максимально высокого результата. Какие еще вопросы, друзья, есть? Вы для людей. Есть вопрос по поводу того, что вы сказали, образовался какой-то вакуум, да, непонятный? Да. Почему, на ваш взгляд, происходит похожая ситуация, вот пока создалась ситуация, да, вот такой вакуум между вами и болельщиками, я имею в виду какая-то одесса, руководство и так далее. На ваш взгляд, почему это произошло? Уже вы думаете, что дело только в том, что нужно взять специалисты, выбирающие, там, начали поосвещать вашу деятельность. Может быть, проще по-другому, как он полезен. Ну, например, наш канал книжный пытался взять интервью у вас, вот звонили, нам просто сбрасывали телефон, и никто не принимал в руку. Мы вынуждены без вас, давайте право в вас комментарии. Какой данный? Глаз. По округу пытались занять. Ну, вот мы витали в Ген Созыне. Незаверное. Не получилось. Да, да, вам лично на теле. На какой телефон? На мобильный. Постоянно сбрасываем, 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 сбрасываем. Мы уже и так пытались, и так, не надо звонить. Я говорю, абсолютно начальность. То есть, не имею в виду, я без обид. Мы вынуждены были без вас, давайте комментарии, оки, не имею в виду, если вы смотрели. То есть, мы делали очень много аналитических сюжетов, и, к сожалению, мы не могли вас подтянуть. Может быть, вам надо быть ближе, и для этого не нужно наностранный специалист. Друзья мои, я вам еще раз говорю, я с этого начал. Значит, что значит без обид? Обиды должны быть у вас на нас. Вы должны на нас обижаться, потому что вы не можете выполнить свой профессиональный долг перед людьми, перед одесситами, осветить жизнь нашего клуба. В этом виноват я, прежде всего, как обидеть клуба. Я вам еще раз говорю, текучка затянула. Текучка и такие вопросы, которые, знаете, на первый взгляд кажутся вам неинтересными. То есть, вот мы собрались, вот мы обсудили с Волковым, вот мы поговорили там с Павелоницем, мы поговорили в Украинской баскетбольной лиге, кого-то пожурили, кого-то там наказали, выработались какие-то моменты. Потом мы собрались, вошли учредителями в Суперлигу. То есть, конечно, это все надо было освещать. Поэтому я вот единственное просил Сергея Швиченко, когда заканчивался май месяц, заканчивался чемпионат, я говорю, Сережа, давай сделаем так, чтобы лето, как всегда, лето молчание, как говорят в баскетболе, все на отдыхе, все на солнышке греются, потом в августе, в сентябре все вспоминают, что мы же, оказывается, молчали три месяца. Давай не допустим этого. Давай общаться с прессой, давай общаться с болельщиками, давай, давай, давай. Но я не выдержал, видимо, своего же плана. Поэтому я вас прошу на будущее. Звоните, есть телефоны клуба. Не надо звонить на мобильный телефон, не надо звонить на домашний, не надо выслеживать там кого-то и давать материал, который вы сами не в состоянии оценить, правильный он или неправильный. Спросите. Приходите сюда, вы знаете, где офис мой, вы знаете, где база клуба. Приходите в любое время, задавайте вопросы, присылайте их по почте, вы знаете электронную почту. Терзайте Шевченко. Значит, я очень вас прошу, мы должны с вами общаться не реже раз в месяц, мне так кажется. Не надо приурочивать наши встречи к окончанию сезона, к началу следующего сезона. И впрочем, возникли вопросы, возник интересный какой-то вопрос, какой-то момент, осветите его. Для того, чтобы его осветить, придите и спросите. Я хотел сказать, что, кстати, Шевченко, это единственный учитель, из которого мы уже получали какую-то информацию, спасибо ему, что она как-то кем-то он уже вам будет. Он мало знает. Ну, не, понятно, но хотя бы то, что он мог, что он из того, как он делал. Что он мог, если он ничего не знает. Второй вопрос. Я обученном руку, потому что нам звонят и спрашивал, вот такие вот сложности, куда одесса, то есть я передвью сейчас мнение болезни, это не моя мысль, то есть я не знаю, сколько это так. Вот там одесса должна, там одесса должна, не нужно или подъездить людям службе, то есть каким-то образом люди в этой должности в прошлом, я не понимаю, тянуться в прошлом сезоне, они каким-то образом будут клубом погашаться, или же там, я не знаю, прожили, забыли. Вы знаете, у меня один приятель говорит, а чем мы не людей? Такой одесско-молдавский вариант. А чем мы не людей? Вот поднимите руку из вас, у кого нет дома проблем сейчас. У кого нет дома, вот скажите, кто сейчас богатей, жирей, кого жена любит больше, за то, что он стал богаче, за то, что он больше колбасы в дом приносит. Поднимите руку. Мы такие же, мы такие же люди, прикинуть. Да, у нас есть очень серьезные проблемы. Цифру я называть не буду, она вам покажется сейчас, может быть, какой-то неразумной даже эта цифра. Но я вам говорю, что всю свою деятельность мы направим на то, чтобы первую задачу решить, это закрыть задолженность по прошлому сезону. Вторую задачу решить, обеспечить сбор, обеспечить подготовительный период, сейчас команде, после того, как она получит задачу, стать, допустим, бронзовым призером чемпионата. Или чемпионом Евролигии. Дайте мне 50 миллионов долларов, и я стану чемпионом Евролигии. Это же все очень просто. Друзья мои, тут не надо быть каким-то там великим специалистом или великим менеджером. Возьмите бюджет клуба ЦСКА. Возьмите бюджет клуба Панатинайбас. Это очень просто. Возьмите наши бюджеты. И все, поставьте мне задачу. Я вам скажу, сколько мне надо для этого денег. Сделаем коэффициент на мастерство главного тренера, на героизм игроков. То, что кто-то может сделать за 10 миллионов, мы сделаем за 6. То, что кто-то делает за 3, мы сделаем за 2. То, что кто-то делает за 80, мы сделаем за 25. Поверьте мне. Ну, в Одессе такие люди. Я верю в этих людей, я понимаю, что мы это в состоянии сделаем. А в основном, мне кажется, что надо чаще общаться, конечно, чтобы у нас не было друг перед другом вакуума. Чтобы не было общения, не было... Поймите, это не скрыто. Это просто недостаток. Знаете, вот текучка. То у нас был отпуск в июне, потом в июль шла подготовительная работа, в августе начались подписания документов. И все не до того, не до того. Давай на неделю перенесем. А может, через неделю мы скажем что-то более интересненькое нашим болельщикам. На самом деле, надо общаться регулярно. Олег Григорьевич, мы совсем по теме. Как идет работа в комиссии, которую вы ослабляете, по исследованию, работе руководства УВР? Хорошо идет. Работа идет, когда и то не будет. Скоро. А что сброс? Нормально, жив, здоров. И дела у меня тоже нормально? Ну, я думаю, нормально. Мы редко общаемся, но мы не можем... Какое предполагает уже однородный этап работы? Ну, до начала чемпионата однородный. Спасибо. Есть еще вопросы? У меня есть вопросы. Можно? Вот, Олег Григорьевич Байринович, это одесса, своеобразный город, и так далее, и так далее. Я сам Одессит. Я хочу добавить. Уникальный город, истемированный. Который ходит на углу, рассказывает. Мы теряем что-то, мы кого-то теряем. Ничего не пробивают, ничего. Я прошу прощения, вы болельщик или вы представители, кто-то, я, да. Олег Григорьевич и комментарий, да. Нет, вы как бы... Вам вы говорите, все обращаются. Да, у вас нет. Вот я, конечно, говорю, что это сегодня, 18 августа, да? 3 октября. 19. Крыльник. 3 октября на снятии чемпионата, 45 дней. Выбрите, возьмите вся билену, наберите такер, соберите. Кто-то не у вас побьют и тренировки, за это время у вас дожди...